здравствуйте я дмитрий вишневский профессиональный визажист сегодня в своей рубрике о пользе макияжа мы рассматриваем макияж губ как делать свои губы привлекательными и обольстительными для того чтобы ваши губы всегда были красивыми ухоженными соблазнительными мы перед тем как нанести то или иное средство в виде помады там или блеска для губ мы сделаем такой небольшой уход за этой нежной кожей поэтому используем вот такой бальзам называется он кармакс он появился и у нас там несколько видов масел камфора увлажняющие ранозаживляющие компоненты то есть это бальзам здоровья прежде всего в это время мы подумали о том какие бы мы хотели сегодня изобразить губы то исходя из прекрасной формы губ если вы экскурсовод вы общаетесь с лекциями какими-то да то вам нужна текстура помада более плотные самое главное чтобы вам было комфортно сейчас существует масса вариантов на тему то есть вначале наносится например там бренда бенефит сначала наносится проявляющийся пигмент он дает блеск такой и дает именно цветность губ а потом уже наносится второй вариант это уже смягчающий компонент и такая долго играющий получается установка можно сделать своими руками долго играющий помаду для этого мы можем использовать пудру плотную или тональный крем то есть нам необходимо сделать какую-то плотную базу потому что все эти жидкие текстуры нежные от тепла тела от летнего зноя они могут к сожалению таять и утекать поэтому сейчас мы нанесем карандашный вот такой вот легкий тон заодно мы придадим губам необходимую матовость не заходя за естественный контур мы полностью покрываем таким тон карандашом губы и все задают вопросы почему помада иногда да не соответствует я же вроде бы покупала красный на губах он становится каким-то там каким-то иным да это тон карандаш просто тон карандаш бежевый он для всего лица это карандаш универсальный корректирующий бренд называется шванс косметик они выпускают великолепные карандаши для многих многих эксклюзивных брендов но формула вот такая очень мягкая позволяет работать им повсеместно мы сделали тон потом взяли естественного цвета на карандашик это у нас soft silk нежный шелк натуральный жемчуг ширим и шири пусть будет очень мягкий и мы уже по естественному контуру нанесли натуральный жемчуг нежно-розовый когда мы закрашиваем губы светлым оттенком помада будет являться именно таковой какая у вас она есть именно в тюбике потому что яркий цвет губ самих от природы дает еще определенный тон то есть если вы покупали бледную помаду но на тонированных губах она будет смотреться может быть даже в раз или в два раза ярче поэтому мы оставляем сделанную нами базу и используем не очень яркий в то же время изысканный номер 52 такой золотисто-коричневый если вы хотите добиться более матового цвета данных губах можно взять салфеточку промокнуть слегка припудрить потому что пудра уберет излишний блеск и можно какие-то элементы снова повторить кистью то есть мы приглушили яркость сделали губы абсолютно матовые приятные второй вариант который мы сегодня сделаем они это яркие губы с верхним увеличенным контур для того чтобы плеснуть уже шикануть изначально мы будем использовать цвет фуксия контур нижний если захочется иметь цвет по плотнее именно по насыщенности тона да то можно использовать его как базу то есть от уголков губ к центральной части нанести и сделать такую заготовку для того чтобы потом положить помаду с верхней губой представить следующем манипуляции мы используем неяркий телесно-розовый карандаш выходя за границы естественным контуром 2 миллиметра то есть вот такой вот вариант заготовка и уже после мы можем использовать тот самый яркий насыщенный цвет и для этого мы берем оттеночек вот такой с таким 3d переливом то есть он будет менять там даже не перламутр там флуоресцентные такие добавлены элемент будет зависимость от освещение переливаться гранями цвета ими цвета не надо никогда бояться его всегда можно убрать если вам понадобится добавить туда больше перламутра или какого-то бежевого оттенка помад но жизнь должна быть яркой а губы та часть лица которая вообще привлекает внимание и глаза зеркало души а губы это то на что чаще всего обращает внимание собеседник когда вы с ним сидите в кафе если вы допустили какую-то помарку можно тонко карандашом проверить эти места и с помощью тонкой кисти придать этому месту завершенный аккуратный характер воля на этом все на губах мы будем с вами говорить еще очень и очень много раз увидимся через неделю но при этом не забывайте оставлять ваши комментарии а самое главное подписываться на канал beauty 3d